Остров 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 Ему ровно идти и не упасть. Плавность данной конструкции была просто идеальной. Однако нам показалось, что конструкция сложна и довольно велика в габаритах, что заставляло множество неудобств, начиная от ремонта и до перевозки на различные конкурсы, куда нас сразу стали приглашать. Поэтому мы решили упростить систему Чебышова и заменить стопы на лыжи, чтобы механизм мог двигаться по Арктике. Довольно скоро мы создали наш второй шагоход, который получил имя Лыжник. Изучая физику шага шагохода и физику шага человека, мы поняли, что они очень похожи. Тогда данную траекторию мы назвали природной. И тут сразу возникло множество вопросов. А что вообще назвать ходьбой? Как ходят такие, например, насекомые, как пауки? И ходят ли они вообще? Мы решили исследовать эти вопросы и наткнулись на кинетического скульптора Тео Янсена. Он создает скульптуры, похожие на скелеты животных. Янсен называет свои фигуры животными. Однако, проведя некоторые исследования, мы поняли, что траектория его движения далека от природной. И мы решили создать еще одну модель, которая отняла у нас море времени, нервов, сил и поломанных ногтей. Но результат того стоил. Это таракан. Но, как говорится, отрицательный результат тоже результат. Траектория движения таракана неприродная. На нем нельзя перемещать различные тяжеловесные конструкции без угрозы их повреждения и без угрозы повреждения почвы. Зато его можно использовать в других областях, например, в цирке или в кинетической скульптуре. Ну или на различных гористых поверхностях, как землицах и других планет. С этими моделями побывали на многих конференциях в различных городах. И в конце концов у лыжников начались проблемы с синхронизацией и вечным регулированием углов. Тогда мы решили создать еще одну модель, которая совмещала бы в себе плавность хода комара и упрощенную систему лыжника. Эту модель можно было бы использовать на шельфе, в Арктике, в тундре и даже там, где происходило действие фильма «Звездные войны». Наверное, сейчас вы думаете, что робот выглядит как из фильма «Звездные войны», но это не так. Он выглядит пока что намного проще. Знакомьтесь, это Макс. Макс, в котором мы вложили всю свою душу и старания, он побывал на многих конференциях. Его никогда не оставляли без внимания. Эта модель примечательна некоторыми своими характеристиками. Длинные ноги для того, чтобы передвигаться по шельфу. Плавность хода за счет природной траектории. Упрощенная конструкция, которая будет проста в обслуживании. Большие стопы, чтобы увеличить не только проходимость, но и не вредить экологии, в отличие от гусениц и колес. Вы не поверите, но наши модели яро критиковались сторонниками колес. Но и колеса мы никогда не хотели заменять, поскольку в городе, на дорогах они, несомненно, нужны. Мы создали машину, которая способна пройти там, где не сможет проехать колесо. А теперь представьте будущее, в котором шагоходы и колеса будут существовать наравне. Мы, конечно, не будем использовать шагоходы в городе, так как их скорость сопоставима со скоростью улитки. Зато шагоходы можно будет использовать в сельском хозяйстве, в домах престарелых, на шельфе или просто переместить кружку чая из одной комнаты в другую. Однако, помимо таких незначительных целей, шагоход может остаивать такие труднодоступные места, как Арктика или Сахара. Но у вас в голове возникнет вопрос, зачем? Арктика и Сахара — это основные источники самых главных ресурсов. Арктика — источник пресной воды, Сахара — источник солнечной энергии. Но есть проблема, что на колесах и гусеницах туда ничего особо не доставишь, поскольку с экономической точки зрения это будет довольно проблематично. А шагоход за счет своей дешевизны и простоты в эксплуатации спокойно справится с этой задачей. Это значит, что будущее, в котором шагоходы будут поставлены на поток, будет обеспечено важнейшими природными ресурсами, без которых невозможно существовать жизни на Земле в целом. Так что не бойтесь создавать, не бойтесь бросать вызов своими идеями, ведь каждая из них цена и может изменить наш мир. Только мы сами можем создавать свое будущее посредством наших знаний и умений. Поэтому дерзайте и пусть все у вас получится.